всем привет друзья я решил записывать дальше нашу серию про автобомжей просто было нечего записывать если вы знаете мы катались на кунжутике тактишка назвал его это наш автодом был альковный и мы жили просто вот в грузии особо там нечего было рассказывать ну мы пару раз конечно выехали а так мы в основном жили у моря училили и ничего интересного с нами не проходим не происходило но поскольку мы пересаживаемся на ракету уже пересели на ракету то у нас уже начинаются приключения и первое наше приключение это наверное вы может быть знаете уже по нашей телеге кстати подписывайтесь на нашу телегу на наших программ здесь будет где-нибудь ссылочка нас не пустили в турцию грузины не выпустили нас из грузии но не нас а точнее меня рассказа почему дело в том что когда-то меня остановили за не включенный поворотник на кольце и эта история дотянул из-за того что ну я не мог найти просто я готов был оплатить штраф я не мог найти как воплотить то есть все эти сайты заводя мои данные они не показывали вообще ничего вот и куда идти там я спросил эти пальцы они мне только ничего объяснить не смогли в общем этот штраф весел здесь оказывается правило по штрафу такое если ты месяц не оплатил то штраф у тебя удваивается если через два месяца не оплатил то тебя лишают прав ну вот когда я приехал на границу таможенник сказал что меня лишили прав и соответственно вызвал местный дпс они приехали и в общем он объяснил что надо сделать нам значит нам нужно поехать главное управление полиции и написать объяснительные я такое что прав меня не лишат и вроде как простят нам будут оплатить эти штрафы соответственно это третье число было 3 числа это было 3 января до 8 числа они не работают поэтому мы пока тасуемся в батуми началось наше приключение так ну что наша эпопея продолжается с штрафом я пришел главном управлении полиции меня послали где писи и сказали что за возврат прав я должен заплатить 400 лари и плюс опротив оплатить тройной штраф за которым я лишили тебе си мы пришли хотели заплатить а все не так просто как казалось я смеюсь до сих пор мы пришли в тебе си а нам говорят вам нужен счет у нас нет что-то они такие ну так вы не можете оплатить ищите кого нибудь кто может вам оплатить у кого еще от tbc мы как-то что-то под офигели мы говорю у нас есть счет bank of georgia а играть но идите туда мы приходим в bank of georgia они говорят так это тебе сишны и он талончик дали оплачивать зачем вы к нам пришли идите там счет открывать ну мы подумали что наверное действительно нам будет проще отвечать попробовать пришли туда говорим откройте нам счет они говорят у нас пять дней счет открывается хорошо как это более адекватная девушка стоял до типа в течение часа сейчас сделают и в общем нам сделали значит оплатили мы штраф сейчас идем обратно в главном управлении полиции показывать бумажки что мы оплатили вроде нам должны снять запрет на выезд так что возможно сегодня мы будем в турции ребятки но это не точно значит ребят продолжение стоит не получила по голове это был бы контент супер они продолжение истории здесь продолжение история мы заплатили 502 слайд и все выезд у нас мы можем ехать теперь сказали что снялись ограничения получается 400 лари мы заплатили за заявление чтобы нас не лишали прав и 120 это тройной штраф 40 лари за ремень так что если у вас есть какие-то штрафы неоплаченные лучше платить ибо потом это приведет к еще большим тратам так мы остановились на штрафах надо продолжения серии грузия турция проехали мы практически без проблем в турцию нас пропустили медицин пограничность пограничница на грузинской таможне спросил почему нас развернули мы и объяснили всю эту ситуацию про штраф ну соответственно попросил там внутренний паспорт и вообще без проблем заехали на турецкой границе про вообще все easy даже на сканер не послали хотя мы рассчитывали прошу мы сколько раз не заезжали мы на серии на сканер посылали сейчас мы стоим на заправке подключили наконец-таки интернет после чего мы были без интернета это сегодня едем значит дальше не знаю может встретимся с ребятами если получится у нас так и мы встретились ребята это же конечно же и кемпер кто не знает заходите к ним смотрите ребята тоже живут в автодоме уже много-много лет уже не первый автодом у них а мы стояли в таком кемпинге мы заехали в городском гости 200 лев муниципальный кемпинг душ туалет все дела чистенько красиво электричество вода все есть но мы погнали дальше самсун как же мы скучали по нашему любимому кефтесе и суфу кстати при заказе блюда тут салат и хлеб и чай даю бесплатно но помимо того что это дает бесплатно тут еще и действительно вкусно ну что мы в самсуне сегодня я удивил время ремонту я со снижкой прям совсем все плохо и дверь не закрывается поэтому приехали к мастеру сервис по ремонтирую стежку как мы оказались снегу не спрашивайте просто мы решили поехать коротким путем ну шо мы стамбуле наконец-то да уже второй день получается а нет первую ночь про переночевая стамбуле встали в кемпинге решили что наверное это будет самый идеальный вариант для того чтобы нам постираться помыться и привести себя в порядок а потом поехать отсюда уже по делам в принципе кемпинг очень удобно расположены довольно таки тихо здесь стоит типа 300 лир это 1000 рублей где-то на нашем и все есть душ стиралка туалет все что надо поэтому мы решили что это оправданная трата и остановили здесь если что координаты я оставлю в описании этот кемпинг есть на парк фонайт принципе мы его нашли без проблем в центре он тут единственный кстати сейчас я покажу кто здесь стоит здесь очень много прикольных тачек стоит снаружи вот так мы стоим рядом с нами вот такой вот охрененный унемог стоит просто бомбический из германии тут какие-то из англии тут ребята с украины стоят а вот смотрите прикольные века вот стоит полноприводный бомбический стиральная машинка стоит так на улице тоже такая интересная реноха тут души туалеты из инфраструктура прикреплена к футбольному полю поэтому здесь есть души туалет и все такое на тому же тренируются ребята а кстати наклейки наклеить интересно и станем с нашим из наших никого не оказалось поэтому мы исправляем эту ситуацию не клеим нашу наклеечку самое главное тут главные жители кемпинга вот они самые классные наконец-то и все главное киса наконец-то блин не как грузия не собаки а тут кошки это прям максимально радует потому что мы наша семья любителей котов больше а кто из вас вот-то я не пойму сотряне даже расцветки одинаковый а коты пойдем кушать коты пойдем вас кормить буду реально сотри и рыжий белый одинаковые сегодня у нас культурная прогулка по стамбулу идем мы куда а мы идем балы как не кстати кушать мы хотим прийти в культовое место где нам показывал один местный где едят они балы как миг это моя супруга смотрите какая ах ты ничего себе она знает даже три агутрику так мы идем за что вместо где едят местные но не только местные балы как миг и я подсниму там лучше прикольно там такое очень аутентичное место чуваки продают с необычного необычного транспорта ты скажи что это местный посоветовал я сказал что местный стой а place number one from toky Так, значит, вот так вот продают Балык и Кмек с корабля. Тут люди сидят, они очень орут, но нам пришлось отойти, потому что это просто послушатели ханят. Вот, и они не дают даже сказать ни слова, поэтому нам пришлось отойти. И, короче, стоимость 125 лир, это просто сардина, скумбрия, прошу прощения, это скумбрия в хлебе, с муком, там салатик, лист салатика. Вот в целом, я уже все истворял, тут и пробовал, стоит 125 лир, но наше это металл-класс, 400 рублей. Ну... Так, послушали мы этого крика и решили все-таки пойти в кафе нормально, Таня взяла себе хамсу жареным, свеженький, очень вкусный, 150 лир, а мы стишкой взяли себе Балык и Кмек, но его еще не принесли, потом засниму, попозже. Хамсишка очень вкусная. Вкусная? Блин, это самый вкусный, Балык и Кмек, который пробовал в Турции, отличаю. Ммм... Короче, Галатский мост, с той стороны, где корабли, переходите сюда, ну, где корабли, я имею в виду, я продаю с кораблей, переходите на эту сторону, здесь есть рыбный рынок, проходите его. Тут есть кафе, называется Каракей, Балык и Кмек, наверное. Вот так мы там выглядели. Тут реально офигенно, скумбрия на углях, пожаренная, просто бомбически, с водоприправкой, очень вкусно. Добрались мы до лета, ребятки. Наконец-то мы в Анталии. Уже прям просто чудесно. На улице, наверное, градусов 17. Солнце жарит, просто невозможно. Ну, по ощущениям, не знаю, не 17, наверное, может даже побольше. Мы тут в Канилтой стоим, а, в кустиках. Добрались.